Беседа 19. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. И Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты назовешься Кифа, что значит камень, Петр». 1 глава 41-42 стихи. 2 глава 42-42 стихи. 2 глава 42-42 стихи. 3 глава 43-42 стихи. и города, и торжища, и домы для того, чтобы быть вместе друг с другом, не в жилище только, но и в союзе любви. Наша природа создана Творцом так, что имеет разные нужды, а сама для себя недостаточно. Поэтому Бог ее строил так, чтобы нужды, происходящие отсюда, исправляемы были пользою, проистекающей из общежития. Поэтому установлен и брак, так что для чего не достает то одного, то восполняет другой, и таким образом удовлетворяются потребности природы, и, хотя она создана смертною, сохраняет однако же на долгое время бессмертие по преемству. Мог бы я остановиться далее на этом предмете и показать, сколько пользы для людей происходит от взаимной, близкой и искренней связи между собою, но нам предстоит теперь другое нечто, для чего собственно и заговорил я об этом. Андрей, пробыв у Иисуса и научившись от Него сколько успел, не удерживает у себя этого сокровища, но поспешая тотчас бежит к брату, чтобы поделить с ним приобретенные блага. Но для чего Иоанн не сказал, о чем беседовал с ним Христос? И откуда видно, что они именно для того и были у Него? Это уже и прежде показали мы, но это можно узнать и из нынешнего чтения. Заметь, что Андрей говорит брату своему, мы нашли Мессию, о котором сказано Христос. Видишь ли, он здесь показывает, сколько узнал в краткое время. Он выражает этим и силу Учителя, убедившего их в том и собственную свою ревность, с какой они издавна, с самого начала, заботились о том. Самое выражение нашли показывать душу, томившуюся желанием видеть Христос, ожидавшую сошествия его свыше и исполненную радости, когда предмет ее ожиданий явился, и, наконец, поспешившую радостную весть об этом сообщить другим. В делах духовных подавать друг другу руку – признак братской любви, родственной дружбы, искреннего благорасположения. Обрати внимание и на то, что Иоанн говорит о Мессии с прибавлением члена, не сказал просто «Мессии», но «Мессию ожидаемого». Таким образом, они ожидали одного Христа, не имеющего ничего общего с другими, то есть с теми лицами, которые в Священном Писании называются помазанниками в общем смысле этого слова. Смотри же, и как Петр с самого начала обнаружит в себе душу благопокорливую и благопослушную. Он тотчас спешит к Иисусу, ни мало ни медля. Привелись его сказано к Иисусу, но никто не обвиняя его в легкомыслии, если он принял слова брата без дальних исследований. Вероятно, и брат говорил ему об этом многое обстоятельно, но евангелисты обыкновенно многое представляют вкратце, заботясь о краткости. Притом и не сказано, что Петр просто поверил, а только что Андрей привел его к Иисусу. Желая представить ему брата, чтобы тот все узнал от него самого. Притом с ними был еще и другой ученик и содействовал тому. «Если же сам Иоанн Креститель, сказав о Христе, что это Агнец и что он крещает духом, веснейшее учение о нем предоставил своим ученикам узнать от него самого, тем более должен был сделать это Андрей, чувствуя себя не в состоянии объяснить все. Поэтому он и повлев своего брата самому источнику света с таким тщанием и радостью, что тот нисколько не колебался и не медлил. И, возрез на его, Иисус сказал, «Ты есть Симон, сын Иоанн, ты наречешься Кифа, что значит Петр». Здесь Христос уже начинает обнаруживать свое божество и мало-помалу открывает его в своих изречениях. Так он это сделал в беседах с Нафанаилом и с женою Самарянкою. Пророчества не менее чудес убеждают и притом не заключают в себе тщеславие. Чудеса еще подвергались превратным толкам, по крайней мере от людей неразумных. О Зильзивуле, говорили они, изгоняют бесов. Матфея 12.24. Но о пророчествах ничего подобного не было никогда говорено. Таким образом для Симона и Нафанаила Христос употребил этот способ научения. А с Андреем и Филиппом он не так поступил. Почему же? Потому что они уже в свидетельстве Иоанна получили немалую подготовку. А Филипп, кроме того, увидев предстоящий Христу, принял это за прямое доказательство для веры в него. Ты, Симон, сын Ионнин. Ты наречешься Кифа, что значит Петр. От настоящего достоверным делается и будущее. Назвавший отца Петрова, конечно, провидел и будущее. Предречение соединено здесь и с похвалою. Но это не было лестью, а предсказанием будущего, что видно и следующего. Припомни, с каким сильным обличением он в беседе с Самарянкою дает видеть ей свое прозрение. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Иоанна 4, 18. Так и отец его, восставая против почитания идолов, много говорит о пророчествовании. Я предрек и спас и возвестил. Исайя 47, 14, 43, 12. И это ставит на вид во всем пророчестве. Пророчество есть по преимуществу дело Божие, которому демоны даже подражать не могут, сколько бы не усиливались. В чудесах еще может быть и некоторое обольщение. Но предсказывать будущее с точностью свойственно только одному вечному существу. Если же когда-либо и демоны это делали, то только для обольщения неразумных. Потому и провещание их всегда легко изобличить во лжи. Между тем Петр ничего не отвечает на слова Христовы, потому что еще ничего ясно не понимал. А только получался. При том же и самое предсказание было еще не вполне изречено. Христос не сказал «Я тебя переименую Петром, и на этом камне созежду церковь мою», а сказал только «Ты наречешься кипа». То переименование означало бы высшее достоинство и большую власть. Но Христос не вдруг и не с самого начала выказал всю свою власть, а до времени более смиренно беседовал. Когда же он дал полное доказательство своего божества, то уже с большей властью говорит тоже «Блажен ты, Симон, ибо отец мой открыл тебе, и в другом месте тебе говорю, ты есть Петр, и на всем камне создам церковь мою» . Так Христос наименовал Симона, а Якова и брата его сынами Грома. Для чего же он это делает? Он этим показывает, что он тот самый, кто и ветхий завет дал, и тогда имена переменял, назвав Авраама, Авраама – Авраамом, Сару – Сарою, Иакова – Израилем. А многим еще от рождения их дал имена, как то Исааку, Самсону и лицам, о которых упоминает Исаия и Осия. Некоторым же переменил имена, данные от родителей, как то лицам вышеупомянутым – Иисусу Новину. У древних также было в обычае давать имена по обстоятельствам, как и Илья сделал. И это было не без цели, а для того, чтобы самое наименование людей было для них напоминанием благодеяний Божиих, чтобы через выражение пророчества в именах оно тем лучше сохранялось в уме слушающих. Так и Иоанну давно имя прежде его рождения. Так люди, которые имели просиять добродетелью, с первого возраста получали имена и прежде рождения, а тем, которые прославлялись впоследствии, и прозвание после прилагалось. Но тогда каждый получал особое имя. «А ныне все мы имеем одно имя, которое важнее всех тех – имя христианин, сынов и друзей Божьих в тело Христово. Такое наименование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность к престиянию в добродетелю. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Так назвал нас Павел. Будем держать это в мысли. Будем уважать это великое имя. «Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считают это имя великим для себя достоинством и всячески стараются о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они все заимениты, то мы, называющиеся по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела, ни Серафима, а самого царя их. Не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Разве вам неизвестно, какую почестью пользуются отряды царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? Так и мы, удостоенные быть близ самого царя и даже гораздо ближе к Нему, чем упомянутые нам к своему царю. Близко настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы норы имеют, а птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где приложить главу. Лука 9, 58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это может быть многим, показалось бы, делом трудным и тягостым. «Итак, ради вашей немощи я оставляю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас, и тем более удаляться пороков». 129. «Я не осуждаю тех, которые имеют домы, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом, как следует господам, а не рабам, то есть владеть богатством, а не так, чтобы оно обладало вами, употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь – дело раба, а издерживать – дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы раздавать их. Если бы бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для передачи друг другу. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство – рассочать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни волов прыгать, ни пахать землю, ни беспокоиться о воздушных непогодах, ни бояться града. Нет здесь ни волн, ни подводных скал. Это плавание, это сеяние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершит тот земледелец, о котором Христос сказал «Отец мой делатель есть». Иоанна 15.1. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения. Но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы достигнуть и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.